Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и сегодня мы с вами продолжим знакомство с Аней Тейлор Джой, А.К.А. Элизабет Харман, Ульяна Е... Распутина, Эмма Вудхаус, Девочка из стекла и так далее. Аня поделится различными интересными тонкостями о работе над сериалом Ход Королевы, расскажет различные забавные истории, осветит несбывшиеся планы на Рождество и её неожиданную связь с Гарри Поттером. Ну и конечно, параллельно мы с вами нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить тёплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Все ссылки в описании. Итак, это интервью Аня Тейлор Джой давала в рамках вечернего шоу Сета Майерса. Естественно, её выхватили и пригласили туда, так как сериал Ход Королевы про шахматистку Вундеркинда окрестили чуть ли не самым лучшим сериалом Нетфликс в этом году. В прошлом ролике с Аней мы с вами выяснили, что до съёмок в этом сериале она абсолютно не шарила в шахматах. Но, как мы понимаем, для съёмок в этом сериале ей в какой-то степени всё-таки нужно было как-то обучиться этой игре. Её спросили, как прошло это обучение. Может быть, теперь она действительно Вундеркинд по шахматам? Да, в общем, у меня была шикарная мысль о том, что я стану просто офигеть каким профи в шахматах. И знаешь, это потом навсегда станет моей суперсилой, но реальность такова, что работа над проектом шла параллельно. И мне просто нужно было посвятить всю себя ему и походу узнавать как можно больше. Что-то мне подсказывает, что у многих после просмотра этого сериала появилась шикарная идея стать офигеть какими шахматистами. Ну, то есть очевидно, что продажа шахматы и интерес к ним возрос просто в разы. Так как в фильме шахматные партии показаны так динамично, что порой забываешь, что это вообще шахматы. Тем не менее, несмотря на то, что в жизни Аня не была таким Вундеркиндом в шахматах, теорию и правила шахмат во время съёмок она выучила добросовестно. В смысле, я должна была научиться, типа... Я должна была хотя бы понимать шахматы для самой себя, потому что я видела, как сильно люди вовлечены в этот процесс и не могла просто появиться там и не понимать даже теории. Но знать теорию и уметь её применять, это совсем разные вещи. Далее у Ани спросили, после того, как закончили съёмки, возвращалась ли она ещё к этой игре и испытывала ли, так сказать, свою теорию на реальной практике. Да, у меня есть огромная шахматная доска с собой. Сейчас я работаю в Северной Ирландии. Но доска, блин, просто здоровая. И это значит, что потом я попрусь с ней домой и впоследствии сяду на самолёт. То есть шахматистка, шахматами и сериала про шахматы. То есть это немножко перебор, я уже думаю о том, как мне их домой довести. Да, это довольно-таки сложная ситуация. Да и разочаровывать дедушек в самолёте, которые, завидев шахматы, определённо точно захотят сыграть, расстраивать бы не хотелось, наверное. Но решить эту проблему и перевезти эти большие шахматы, наверное, можно просто положив их в багаж. Или же, я человек, который всего раз летал на самолёте, чего-то не понимаю. Далее, по этой же причине повышенного интереса к персоне Ани, она рассказала о том, что она хотела бы сделать под Рождество, но ей пришлось отказаться от этой идеи. Я хотела покрасить волосы в красный цвет на Рождество, но подумала, наверное, не самое лучшее время. То есть, наверное, наверное, не в этом году. Это хорошо, это очень хорошая позиция в том, чтобы люди были счастливы видеть конкретно тебя, а не твоего персонажа. Да, я думаю, да. Да, точно. Да, и это, в принципе, можно понять. Ведь обычно поклонники какого-либо популярного проекта, увидев актёра оттуда, зачастую не особо интересуются самим человеком, а ассоциируют его с тем персонажем, которого он играл. Особенно, если это долгоиграющий проект, и актёру от этой роли трудно отвязаться. Поэтому понятно стремление многих актёров постоянно менять амплуа и применять на себе разные роли, показывая себя с различных сторон. Часть сериала «Охот королевы» снимали в Берлине, в городе, который никогда не спит. Аню спросили, как она относится к этому городу и понравилось ли ей там. Обожаю его, всегда хотела жить в Берлине. Люблю людей там, мне нравится пространство, которое есть в городе. Но больше всего мне нравится, что его связь с ночными клубами и танцами, это не обязательно что-то типа «давайте постоянно крушить всё вокруг», то есть такое, конечно, можно, провернуть отчасти. И с тем графиком, с которым я работала, это было как... Ну, не знаю, ночные съёмки мы заканчивали в 5 утра, и я могла пойти в тот же клуб и потанцевать. Сколько нужно, чтобы избавиться от всего, что накипело за день, или по воскресеньям. С двух часов, часиков до восьми, а потом идёте домой, принимаете ванночку и говорите «Я готова». Всё чётко. Ого, действительно нелёгкий график. Ночные съёмки аж до 5 утра? Конечно, после них тут уже явно не до сна. Да и Берлин, как персонаж, так и город, действительно кипит и бурлит в ночное время суток. Так что, почему бы и не расслабиться? Интересно то, как подметил ведущий этого интервью Сет Майерс, что персонажу Ани Элизабет действительно не помешала бы точно такая же разгрузка. Ведь у Бэт в сериале постоянно крутится огромный поток мыслей, за которым нам, как зрителям, трудно уследить, так как её персонаж достаточно задумчивый и не особо богат на проявление эмоций. Но Аня, как актриса, естественно, должна разбираться в своём персонаже и знать, о чём он думает, чтобы правильно это отыграть. Её спросили, не показался ли для неё этот процесс сложным. Я постоянно задумывалась над этим вопросом, это точно. Даже не знаю, я думаю, что мне повезло играть очень интроспективных персонажей. И кое-кто, гораздо более талантливый, чем я, сказал мне, если у вас нужные мысли, то они отразятся на вашем лице. И если камеру поставят близко к твоему лицу, ты надеешься, что аудитория поймёт то, что ты хотела показать. Так что, да, я думаю, что проводить столько времени в изучении сознания Бэт было замечательно, потому что я реально думаю о ней как о личности. Но это определённо был интересный опыт. То есть к концу я уже всё изучила. Ну, могу сказать, что даже если я не понимал о том, что она хотела мне сказать, при этом ничего не говоря, её выразительные глаза в этих крупных кадрах затмевали эти нюансы. Вот уж действительно зеркало души. Аня Тейлор-Джой родилась в Майами и выросла в Буэнос-Айресе. И её первый язык, на котором она заговорила, был испанский. А вот говорить в дальнейшем на английском, как выяснилось, она обучилась благодаря Гарри Поттеру. Да, дядя обучал меня читать и говорить одновременно по книгам Гарри Поттера. Как мы знаем, вселенная Гарри Поттера богата на различные заклинания. Аню спросили, то есть это означает, что некоторые из её первых английских слов, на которых она могла говорить, были основаны на заклинаниях? Да. Я была таким бесячим ребёнком, то есть, дай бог здоровья моим родителям, это значит, что я либо непрерывно читала заклинания, либо использовала очень надоедливые слова. Я была не по годам развитым и бесячим ребёнком, типа, мамочка, я очень тщательно помыла посуду, понимаешь, и всё такое. Так что да. Вот это да. Выходит, Аня чуть ли фактически не обучалась в Хогвартсе. И приплетая сюда шахматы, мне сразу вспоминаются те самые. Живые. Думаю, что во вселенной Гарри Поттера такой ход королевы с Элизабет выглядел бы ещё в 100-500 раз круче. Эта идея нуждается в экранизации. Кстати, подмечу, что сейчас наступила, можно сказать, предновогоднее времечко. А Гарри Поттер, особенно первые две части, ох, как лично у меня поднимает тот самый дух волшебства, волшебства, Рождества, который, к слову, не всегда очень легко поднять. Так что самое время получить письмо от Букли и отправиться в Хогвартс. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо на страничке в Инстаграм. А на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok